Всем привет, с вами Дима Трошин и это особенный эпизод занудного татуировщика. Сегодня я покажу вам мое интервью с одним из самых значимых и интересных татуировщиков нашего времени. Он один из тех, кто вдохновил меня заняться татуировкой, один из тех, чьи работы я изо всех сил пытался копировать первые пару лет моей карьеры, а также один из тех, кто помог мне изменить мою жизнь и переехать сюда, в Калифорнию. Я уверен, что вы откроете для себя что-то новое и сможете узнать немного больше об этом человеке. Встречайте, Карлос Торрес. Карлос, спасибо за приглашение в твою студию, это большая честь. Представься, пожалуйста. Меня зовут Карлос Торрес, я владелец студии Ворон и Волки в Калифорнии. Прекрасно. Давай начнем с простых вопросов. Любимая пара кроссовок? Конверсы. Какие именно? Я не очень знаю, как называется эта модель, и не могу уже найти их в продаже. Такие стеганные, но выглядят как обычные классические олдскульные конверсы. Машина твоей мечты? Машина мечты? Астон Мартин. О, какой? Хочу тот, который Джеймс Бонд водил. Классический? О, да. Назови одну вещь, которую ты бы спас из горящего дома, не считая Микки. А, я уж подумал, будет просто. Наверное, мой компьютер, в котором хранятся все мои работы. Хотя для этого есть резервные копии, так что, наверное, не придется этого делать. Вообще-то у меня есть смрайский меч, сделанный в 1561 году. Вот, он пойдет со мной. Хорошо будешь смотреться с мечом и собакой на улице. Да, как Wu-Tang Clan. Любимая страна для путешествий? Япония? Наверное, Япония, но после моей недавней поездки в Африку, мне хочется больше ее исследовать. Мне всегда нравилась живая природа, так что... Но, пожалуй, пусть будет Япония. Кем ты хотел стать в детстве? Игроком Лейкерс. Да, Лос-Анджелес Лейкерс. Но ростом не вышел. Помнишь, что вдохновляло тебя, когда ты был ребенком? Я много занимался спортом, так что у меня было много кумиров. До тех пор, пока не открыл для себя мир искусства. А что вдохновляет теперь? По большей части вдохновляет искусство. Да, наверное, искусство. Живопись особенно заставляет поднять свой зад и пойти рисовать. Ты бы сказал, что живопись — твой любимый вид искусства или скульптура, что-нибудь еще? Ты знаешь любой вид искусства? Мне очень нравится скульптура и даже современное искусство. Какие у тебя есть хобби, кроме как писать холсты и тусоваться с Микой? Тусоваться с Микой — это вся моя жизнь. Недавно я вернулся к игре в гольф. Очень увлекательное занятие. На самом деле, мне даже предложили сделать кое-что интересное с компанией Puma Golf. Надеюсь, получится круто. Они хотели показать, что люди разных профессий играют в гольф, так что меня выбрали как татуировщика. Это очень круто. Назови своих любимых художников. Любимые художники? Пожалуй, Караваджо. Джон Сингер Сарджент, мой самый любимый художник. И Муха. Это, пожалуй, три моих самых любимых живописца. Как ты начал заниматься татуировкой? На самом деле, так вышло. Я не пытался стать татуировщиком. Просто тусовался с друзьями. У нас была самодельная машинка. Меня попросили это сделать так, как я умел рисовать. И потом... Мы были молоды, не очень умны, и решили, что это круто. После этого я и задумывался о том, чтобы, возможно, начать татуировать. В чем основная разница между живописью и татуировкой для тебя? Например, если ты используешь свою картину для татуировки, что тебе нужно в ней поменять? Общий контраст, динамика, какие-то композиционные элементы или что-то еще? Да, всего понемногу. Очевидно, что приходится адаптировать картину к руке или той части тела, на которой она будет расположена. Это, наверное, самое главное. Также я добавляю некоторые элементы, чтобы показать движение, динамику. Я большой фанат японского искусства в этом плане. Определенно, при адаптации картины для татуировки нужно усилить контраст, сделать более четкие края по сравнению с тем, как обычно написаны картины. Как ты нашел свой стиль? Тебе всегда нравилось рисовать одни и те же вещи или это менялось со временем? Все меняется со временем. Разные вещи вдохновляют. Иногда просто идешь на улицу и видишь что-то интересное, и хочется добавить определенную текстуру в свою следующую картину или рисунок. Я надеюсь, что мое портфолио постоянно меняется, растет. И на протяжении 10-20 лет можно увидеть, что именно влияло на мое творчество. В разные периоды времени. Мне нравится видеть прогресс в моих работах. Как ты считаешь, свой собственный стиль складывается естественным путем для тех, кто усердно работает, или нужно трудиться именно над формированием своего уникального стиля? И то, и другое, я думаю. Я имею в виду, нужно ли изо всех сил стараться создать что-то оригинальное, или это придет само собой? Я всегда говорю своим ученикам, не усердствуйте слишком сильно. Собственный стиль складывается из разных факторов, оказывающих на тебя влияние. Из того, что ты видишь вокруг, что тебя вдохновляет, и постепенно у тебя появляются новые оригинальные идеи. Главное — это все фиксировать, зарисовывать, чтобы не забывалось. Так стиль и складывается со временем. Основная проблема, когда ты слишком погружен в работу и не видишь ничего, кроме татуировки. Сложно разработать что-то новое. Важно то, что ты делаешь, когда приходишь домой после работы, как ты продолжаешь свое образование. Нужно работать над этим. То есть это не просто работа с 8 до 5, нужно продолжать мыслительный процесс. Да, точно. Что ты думаешь о людях, копирующих твои татуировки или картины? Ты гордишься тем, что тебя копируют, или не очень? Ты знаешь, это забавно. Когда я был моложе, и люди начали копировать меня, или я начал замечать работы других татуировщиков, очень похожие на мои, или просто какие-то свои элементы в чужих работах, явно скопированные, я был очень зол на них. Но прошли годы, и с возрастом я научился принимать это как комплимент. Я помню, что когда-то мне советовали относиться к этому как к комплименту, забыл поговорку. Меня это бесило еще больше. Но потом, сейчас, оглядываясь назад, меня радует, что я создавал что-то настолько интересное, что людям захотелось это повторять. Поэтому они начали меня копировать. А ты когда-либо копировал чей-то стиль или приемы, может, в начале своей карьеры? Конечно, да, определенно. Были ребята такие, как Роберт Эрнандес, Пол Бут. Их работы действительно впечатляли меня в тот момент. Опять же, в начале ты стараешься копировать их, понять, как именно они это делают. И в итоге, да, ты учишься на этом. То есть ты считаешь, что копирование чужих работ может привести к созданию чего-то нового? Или это тупик? Зависит, наверное, от твоего подхода, от того, будешь ли ты по возвращению домой работать над чем-то своим, или просто бездумно копируешь работы других, и на этом твой день заканчивается. Что вдохновило тебя на создание твоих знаменитых узоров, и в чем именно смысл этих линий в твоих работах? Я думаю, несколько вещей. Во-первых, я всегда любил японское искусство с его движением и взаимодействием объектов. Потом один из моих любимых художников, Альфонс Муха, знаменитый своим Art Nouveau, все эти орнаменты, растительные элементы в его картинах. И потом я начал ездить по Европе, где барочные орнаменты встречаются буквально на каждом шагу, ты видишь это повсюду вокруг себя. Здесь ничего подобного нет. Меня это очень вдохновляло, так что я постоянно носил с собой скетчбук, зарисовывал все это, и потом начал добавлять эти элементы к женским лицам или черепам в своих работах, чтобы сделать их интереснее. Так в чем все-таки задача этих линий в твоих работах? Они создают определенное движение в работе или привлекают внимание смотрящего к определенным частям работы? В основном, как ты говоришь, для создания динамики, движения в работе. Но все эти орнаменты, они сами по себе прекрасны. И я подумал, что добавление еще одного красивого элемента рядом с, например, женским лицом совсем не помешает. Наверное, я просто пытался не делать обычный портрет в том виде, в котором мы все к ним привыкли. Насколько важно художественное образование для татуировщиков? Ты бы советовал всем пойти учиться или только тем, кому интересен реализм в татуировке? Ой, я не знаю. То, на что способны сейчас молодые татуировщики, то, что они вытворяют, никакая школа не нужна? Да, я не знаю, учились ли они где-то, но эти ребята делают такое. Так что я не могу сказать, что академическое образование необходимо, но стремление учиться — это всегда хорошо. Семинары, мастер-классы, частные уроки — все это, я думаю, нужно, важно и очень полезно. Но вся школьная программа бывает тяжелой, и я никогда не отличался успехами в школе, так что не могу всех агитировать. Когда речь идет о татуировке, что, на твой взгляд, более эффективно — самообразование или студийное воспитание? Ты знаешь, лично у меня не было полноценного обучения в студии. Я вроде как учился сам, спрашивал советов, и только потом попал в студию, и у меня появился наставник. Но я начинал работу в студии уже в роли мастера, а не ученика. Но я всегда думал, что если бы я пошел учиться в студию с нуля, это сэкономило бы мне года два-три по сравнению с методом проб и ошибок, которым пошел я, когда я ждал, что клиент вернется, покажет мне зажившую работу, я увижу, что я сделал не так, попробую это исправить и так далее. Будь у меня с самого начала учитель, который сразу бы объяснил, как правильно красить кожу так, чтобы все оставалось на своем месте и ничего не упадало, и все заживало правильно. Я думаю, что в таком случае я был бы на несколько лет впереди по качеству своих работ. То есть для большинства людей есть смысл пойти учиться в студию? Да, конечно, да. Но еще я немного старомоден, но на мой взгляд, уважению к профессии и культуре татуировки можно научиться только будучи в студии. И мне кажется, что это важно. Мы находимся в твоей новой студии «Ворон и Волки» в Лонг-Бич. Что сподвигло тебя на открытие этой студии и доволен ли ты тем, что в итоге получилось? У нас уже была студия с партнерами, просуществовала она достаточно долго, и я думаю, что в какой-то момент я стал слишком амбициозен. мне захотелось развивать студию в разных направлениях, пробовать какие-то новые штуки, и это сложно делать, будучи одним из партнеров. Так что я решил открыть что-то свое, чтобы была возможность самовыражения, мне хотелось преследовать свои мечты. Это сложно быть в партнерстве с кем-то. А о том, как сейчас дела обстоят, все круто. Я думаю, что если бы COVID не затормозил нас на целый год, в целом я очень рад, и у нас очень много планов на этот год. что для тебя было важнее в создании новой студии? Финансовые перспективы, коллектив крутых ребят или что-то еще? В основном коллектив. Я всегда хотел продвигать искусство. В нашей старой студии было что-то вроде арт-галереи, так что в новой студии для этого еще больше места. У нас теперь есть полноценная арт-комната, так что можно приглашать художников, проводить семинары. Я хочу, чтобы у людей, которые со мной работают, была возможность развиваться, изучать что-то новое, что угодно. Наверное, мне просто важно, чтобы искусство росло и развивалось в наших стенах. Ты уже практически ответил на мой следующий вопрос. А где ты видишь эту студию через 5-10 лет? Больше образования? Да, определенно будет больше мероприятий, выставок. Мне очень хочется подталкивать людей в нашей тусовке к развитию в сфере искусства. Слишком просто в нашей профессии просто расслабиться и перестать стараться. я хочу, чтобы мои друзья выдавали что-то новое, что-то оригинальное. Например, если я организовываю выставку, то ты, Дима, должен нарисовать для меня что-нибудь. Я нарисую, честно. На основе твоего опыта какой бы ты совет мог дать татуировщикам, которые думают открыть свою студию? По моему опыту я бы сказал вперед. Иди за мечтой. Единственное, что я обнаружил, чем больше ты занимаешься студией, тем меньше времени остается на искусство. И иногда я просто хочу пойти рисовать или писать холст, а приходится идти на работу и делать какие-то дела по студии, а все, что мне хочется, это просто заняться искусством. Как татуировщику обеспечить долговечность своей карьеры? Важно постоянно изобретать что-то новое или лучше придерживаться своего стиля? Я думаю постоянный прогресс. Но сейчас я на том этапе, что я смотрю на молодых ребят, которые делают что-то совершенно запредельное. Например, недавно наткнулся я на одного парня из Франции, о котором никогда до этого не слышал. И то, что он делает, это просто взрывает мозг. Я не знаю, он вообще ест или спит, как он все это создает. Я хочу учиться у этих ребят, я хочу быть у них на мастер-классе, я хочу продолжать мое обучение. так что так что да, я думаю, что прогресс необходим и очень важен. Давай поговорим о маркетинге. Насколько по-твоему хайп важен для татуировщика? Мне кажется, что хайп это хорошо. Если хочешь делать карьеру, стать известным. единственное, что я бы сказал, главное, чтобы погоня за хайпом не снижала качество твоей работы. А так, на здоровье я не вижу в этом ничего плохого. Мне странно видеть хайп вокруг тех, кто ничего особенно качественного не делает. Понимаешь, о чем я? Конечно. Так, по-твоему, наличие сотен тысяч подписчиков в Инстаграме значит, что ты добился чего-то или это все чух? Я видел столько ребят, которые делают что-то очень крутое, но не имеют подписчиков и при этом очень много популярных и известных татуировщиков, которые, по сути, ничего из тебя не представляют. Да, да. Это честно? Конечно, это нечестно. Знаешь, это как с кардашьянами. Все говорят, что у них нет никаких талантов, но на самом деле их талант в маркетинге. Так что, я думаю, некоторые из этих татуировщиков, которые не делают ничего особенного, их талант в маркетинге и, скорее всего, они посвящают этому гораздо больше времени и сил. И я бы даже у них поучился, такие навыки не помешают. И тем, кто заслуживает этой славы, тоже не помешало бы этому подучиться. Я всегда был очень застенчивым, старался просто выложить работу и двигаться дальше. Наверняка и многие другие татуировщики делают так же. а сейчас нужно из кожи вон лезть, плясать, петь и все такое, просто чтобы расширять аудиторию. Что ты скажешь о работе с известными людьми? Сложно с ними работать? Конечно. Это был простой вопрос. Я не работал с кучей знаменитостей, у меня были известные клиенты, с которыми было очень приятно работать, но большинство да, это было очень непросто. Это их высокомерие? Я думаю, что они привыкли, что им все на блюдечке приносят, привыкли все контролировать. И это нормально, но если ты приходишь ко мне и хочешь получить достойную работу от меня, тут важно перестать все контролировать. Так что с некоторыми мне приходилось серьезно поговорить, объяснить, что мне нужно делать по-своему и они должны мне мешать. И в конце концов мне доверяли и все получалось круто. но были и такие, кто не мог смириться с этой мыслью. То есть тебе нужно заслужить свое право командовать. Да, похоже на то. Насколько работа со знаменитостями помогла твоей карьере? Ты заметил какую-то разницу после работы с ними? Не особенно. И к тому же напомню, это было до того, как социальные сети захватили мир и у нас появилась возможность рекламироваться за чужой счет, делать репосты и так далее. И потом многие знаменитости, я всегда уважал их частную жизнь и спрашивал, не против ли они, чтобы я показывал их татуировки. Так что есть множество знаменитостей, о которых люди даже не подозревают, что я их татуировал. Я никогда не выкладывал эти татуи. Не знаю, я просто уважал их частную жизнь. Наверное, это плохой ход с моей стороны, но я не жалею. Назови один навык, который современные татуировщики должны освоить. Как сделать так, чтобы краска оставалась на месте? Это правда. Для меня искусство татуировки это умение сделать хорошую работу, которая будет жить так долго, насколько это возможно. И я думаю, об этом иногда забывают. Мне кажется, есть очень способные художники, которые не умеют делать татуировки, и им стоило бы все переосмыслить. если видишь, что зажившая работа выглядит не так хорошо, как то, что ты выложил, значит, пора задуматься, что именно ты делаешь не так. Я думаю, это очень важно, продолжать учиться и работать над собой, над своими навыками. татуировщиками. Я думаю, это важно, продолжать учиться с этим. То есть, ты думаешь, многие татуировщики сейчас не заботятся о долговечности своих работ? Я бы не сказал, что многие, но к тому вопросу о хайпе он для них становится слишком важен и они забывают о том, в чем их работа. А смысл ведь в том, чтобы сделать отличную работу и чтобы она оставалась такой же. У тебя случается творческое выгорание? Если да, как ты с этим справляешься? Как ты перезагружаешь себя? Я думаю, это с каждым случается постоянно. И у меня это часто бывает. Но как справляюсь, езжу на конвенции, работаю гостевым мастером в разных студиях, хожу по музеям. Это обычно помогает. То есть путешествия, новые люди, новые места. Да, да, семинары, мастер-классы, просто выбираться из своей студии иногда. Нам очень просто закопаться в работу и перестать получать удовольствие и замечать, что происходит вокруг. Я думаю, что иногда очень нужно взять выходной и поискать вдохновение где-то еще перед тем, как возвращаться к работе. Ты когда-нибудь устаешь от работы с клиентами, такими, как я, например? я чуть не подавился. Нет, не думаю. К счастью, я нахожусь в том положении, что могу выбирать клиентов, которые дают мне свободу самовыражения. Так что мы работаем и работаем, и в итоге получается, что мы уже половину тела закрасили. и это круто, когда у меня есть такая возможность сделать то, что нравится. Я люблю работать с людьми, но также очень слиню, когда они просто дают мне делать мою работу, не напрягая и не контролируя. Как ты справляешься с длинными сеансами? Много занимаешься спортом, чтобы спина не болела? Сейчас я много тренируюсь. Я думаю, что когда я был моложе, когда ты молод, тебе кажется, что ты неуязвим. Я часто работал по 12, 14 часов, но моя спина уже не та. В качестве совета молодым мастерам занимайтесь собой, тренируйте тело, обязательно ходите пешком как можно больше, особенно после сеанса татуировки. И по утрам тоже я стараюсь тренироваться. Расскажи пожалуйста о своем расписании. Как проходит твой день? Мое расписание... Я просыпаюсь очень рано, я всегда был жаворонком, просыпаюсь в 5.30, у меня есть хаски по имени Мика, и здесь в Калифорнии бывает жарковато для нее, так что мы гуляем рано утром, пока прохладно. да, ей нужно много гулять. Мы либо ходим, либо устраиваем пробежку, потом возвращаемся домой, я либо занимаюсь железом, либо я начал заниматься тайским боксом несколько лет назад, потом завтрак, иду в студию, готовлюсь, работаю часов до 7-8, потом возвращаюсь с работы, опять гуляю с Микой, потом ем, такая жизнь. А, ну, я обычно сажусь рисовать или красить холст. Кстати, почему ты выбрал именно хаски, живя в Калифорнии? это было эгоистично, но они выглядят как волки, я думаю, что ближе всего к волкам по сравнению с другими собаками, так что я просто решил взять хаски. Мне нравится, что они активные, я всегда хотел собаку, с которой можно отправиться гулять по лесу, поиграть в снегу и так далее. Я знаю, что ты совладелец компанией Bishop Rotary. Что тебя больше всего в этом привлекает? Возможность проектировать оборудование так, как тебе хочется, или производить успешный продукт на радость другим татуировщикам? Я думаю, и то, и другое. Самое крутое в этом то, что я могу почувствовать себя сумасшедшим ученым. Мне приходит в голову идея, мы можем сразу разработать прототип. Я думаю, что в этом все веселье и заключается. В том, что мы можем создать, что захотим, гель, спрей, тату-машинку, что угодно. А потом просто получаешь образцы, и тестируешь все это. Это круто, да. Я думаю, что чувствую себя отчеркнутым профессором. Несколько технических вопросов от твоих фанатов, если ты не против. Как проходит процесс дизайна для тебя? От момента встречи с клиентом до утверждения дизайна и начала татуировки? Процесс дизайна... дай-ка подумать. По-разному бывает. Последние несколько лет я увлекся фотографией и фотографированием своих собственных исходников для работы. так что когда я работаю над крупным проектом, я стараюсь сам фотографировать все исходники. Про дизайн процесс обычно все начинается с консультации. Я сажусь с клиентом и пытаюсь понять, чего ему хочется и начинаю заниматься дизайном. Либо иду домой и фотографирую то, что мне нужно, либо ищу изображения в интернете и показываю клиенту. Обычно складываю все в фотошопе поверх фотографии тела клиента. Вот вроде и все. То есть ты обычно готовишь проект вместе с клиентом. Я думаю, мне такой вариант больше подходит, так как я люблю давать клиентам возможность внести что-то свое. Я не хочу просто ставить их перед фактом, что будет вот так. Я хочу, чтобы у них было немного свободы самовыражения, но не слишком много. Не слишком. В чем секрет создания идеального контраста на коже? Какое должно быть соотношение чистой и закрашенной кожи? Я не думаю, что у меня есть какая-то особенная формула, но, например, насчет моих орнаментов, линий, создающих движение, главное, чтобы они не отвлекали от основных объектов. Мне кажется, тут очень важен баланс. что скажешь про непрозрачные черно-серые татуировки? Ты знаешь, я бы хотел их увидеть зажившими через какое-то время. Я, честно говоря, не видел заживших работ, так что я не уверен. В интернете выглядит круто, но в жизни я пока не видел. И я бы хотел посмотреть на них с годами, как они меняются, как они старятся. Как ты смешиваешь грей воши? Обычно наливаю густую черную краску в один колпачок, то есть у меня 8 колпачков для краски, один плотный густой черный стоит в стороне, и в остальные заливаю черную контурную краску, то есть 7 колпачков в полный колпачок, половина, 12, 8, 4, 2 и 1. И потом мой секретный состав, который на самом деле состоит из воды и экстракта ромашки 50 на 50, которым я просто разбавляю все тона. Ты действительно видишь разницу между простой водой и миксом с ромашкой? Мне кажется, что мои татуировки заживают очень быстро. Также я думаю, что это позволяет мне немного жестить кожей, когда я крашу и вроде как краснота не так сильно заметна. Хотя может это и неправда, татуировки в любом случае краснеют, но как-то так. Кто-то тебя этому научил или методом проб и ошибок? я думаю, что второе. Мне всегда нравилось мешать краску самому вместо того, чтобы использовать готовые грейвоши. Так я могу сделать свои тона темнее, если это нужно для определенного проекта, или наоборот сделать все светлее, накапав меньше краски в колпачке. Ты вкрашиваешь светлые тона так же плотно, как и темные? Да. Да. Я всегда учил своих ребят, чтобы они доверяли тем тонам, которые смешивают и вкрашивали их одинаково плотно. Твои любимые конфигурации игл? Мои любимые иглы обычно трешка лайнер, максимально стянутый семерка лайнер, девятка раунд шейдер, потом пятый магнум, но не круглый, а с прямыми краями. Затем девятый магнум с круглыми краями и пятнадцатый круглый магнум. Толщина игл имеет значение? Мне нравятся обычные двенадцатые иглы с длинной заточкой. И еще парочка вопросов. Думаешь, уйти на пенсию когда-нибудь? И если да, то чем будешь заниматься? Бывает, никогда я думаю об этом, но наверное, я никогда не уйду на пенсию, я просто буду сокращать количество рабочих дней. Может, начну работать четыре дня в неделю или даже три дня в неделю. И пожалуй, в эти свободные дни я бы занимался живописью дома. Год назад я начал учиться скульптуре, это очень затягивает, и я бы хотел больше свободного времени, чтобы этим заниматься. Так что я не думаю, что я когда-либо полностью уйду на пенсию, и я всегда буду заниматься искусством. Абсолютно анонимный вопрос. Ты никогда не узнаешь, кто именно его задал. Любишь сверху или с ним? Сверху. Отлично, я передам Франку. И мой последний вопрос. Я знаю, что ты свободно говоришь на многих языках. Можешь сказать что-нибудь по-русски? Спасибо. Люблю вас. Отлично, спасибо. Спасибо большое за твое время и за возможность взять в тебя интервью. Желаю всего наилучшего тебе и твоей студии, и я очень надеюсь, что ты когда-нибудь закончишь мой рукав. Обязательно. Я очень ценю, что ты выбрал меня для своего первого интервью. Спасибо. Спасибо. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось. Если есть еще интересные вопросы, пишите в комментарии, постараюсь на них ответить. Следующий эпизод будет посвящен дизайну моих татуировок. Не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, нажать палец вверх и поделиться ссылкой на это видео в своем инстаграме. Спонсор этого шоу компания Bishop Rotary, производитель лучших тату-машин и оборудования в индустрии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok